Вилештелвилд, не поддавшимся сомнению, прежде всего, ищите мелкие подвохи эпох, за ними обычно скрыто ничем не прикрыто и без напараллельных правд и времен. Обратите внимание, в 1922 году Говард Картер застал сакральную мистерию духовного мира времени Тутанхамона, только в таком восприятии есть смысл говорить о духовных сакральных кладах, все иное похищенное на всего память усопшего мира, которая за одно мгновение раз и навсегда лишается своей сакральности, и это ужасно. Очень обидно, когда называют сакральные предметы, найденные в склепе Тутанхамона, сокровищами, поскольку это сакральные предметы не столько материальные, сколько ментальные по сути своей. Древние не создавали сокровищ, древние делали сакральные слепки своего времени, которое больше никогда не могло повториться, это были камеры времени, в которых хранили сакральные оттиски в материальном мире. И только мы, не умные потомки, вкусили радость от рвачества в мире однажды закодированных материальных предметов и их причинно-следственных связей. Это продолжается всю нашу историю, поэтому ведет в итоге к историческому длительному одичанию, поскольку ментальные сакральные коды прошлого не передаются. Их просто не готовы принимать и воспринимать дичайшие на глазах потомки. Нет, не существует никаких древнеегипетских кладов. Есть только одни сакральные слепки прошлого, но мы не готовы к их восприятию. Даже у профессиональных археологов этой собой сакральной чуйки нет, зато сейчас, особенно во время войны по всей Украине пришли в шевеление черные кладоискатели, обрезающие наш будущий мир тем, что лишает его все новых сакральных кодов прошлого. Об этом еще стоит поговорить много и разное, а пока почти иллюзорные иные аллегории либо метафоры. Хоть разве это не чудо, мифологемное чудо, то или иное сакрального восприятия, переместно гипертрофического духовного прошлого. Я, положим, уж никогда не знаю, какой великий был неведомый мне клан Синклеров. Но то, что он выбирал под строительство замков геопатогенные зоны своего отечества, это уже очевидно. Поскольку было разрушено два таких мощных величественных сооружений принадлежащие разным векам, а все казалось бы почему, по видимости на контроле за мореплавством в своем регионе, типа от сил грозить я буду и далее по тексту, они допустились ряда непростительных ошибок, которых не допустили бы древнеегипетские архитекторы. Оп, оп, оп и не сошлось это не про них, а вот про Синклеров, так у тех дважды замок предавался забвению. Никогда не следует строить планы на пустом месте, а тем более на геопатогенных местах планеты. Сегодня об этом надлежит знать всем украинским скоробогаткам, потому что за ними если придут и неразгневанные соотечественники, то время разрушения, прежде чем за другими. Речь далее пойдет о месте, где существовала самая древняя и самая большая на Земле пирамида мета. Хоть и поговаривать, что было это где-то в Гипербореи, в Арктике, на которую было легко добраться при помощи древнеегипетских транспортных коммуникаторов. В мифологии все это важно отыскать еще и еще раз, пока не почувствуешь зримо, что вот она, эта точка на карте. Вот она самая грандиозная пирамида, хотя и давно ушедшая глубоко в океан, как когда-то говорили про Атлантиду, и как будут говорить про город, в котором главное место занимала пирамида мета, про легендарный метатут, город жрецов и мудрецов, город которого нет. А вот как возникали новые древнеегипетские в случае вырождения старых элит. После мальчика Калики Тутанхамонова царился его военачальник, спасший так всяк проигранную битву хеттам по формуле «плохой сир» лучше «хорошей войны». Инициатива развязывания большой войны принадлежала в данном случае египтянам. Чтобы положить конец хеттским захватам, Рамсис второй весной 1312 г. ДН. Э. повел свою армию в Азию. Перед военной кампанией молодой фараон завершил военные преобразования своего отца, доведя численность армии за счет новых наборов в Египте и вербовки наемников до небывалой цифры – 20 тысяч человек. Они были разделены на четыре корпуса, названных именами главных египетских богов – Омона, Ра, Тайсета. Именно в таком походном порядке египетские войска благополучно пересекли Синайский полуостров, прошли Палестину и вторглись в Сирию. Сам фараон возглавлял головной корпус. Разведка докладывала, что противника впереди нет. Ее сведения были подтверждены двумя перебежчиками, которые сообщили, что хеттский царь Муваталлис отступил на несколько десятков километров к северу от города Кадиша. У Рамсиса возник замысел сходу взять Кадиш. Египетские войска растянулись на марш и на много километров. Впереди двигался корпус ОМОНа, в двух километрах от него шла армия Ра, еще в семи армия Пта и замыкал походный порядок Арьергард, состоявший из корпуса Сета. А в это время, сообщает египетская хроника, мерзопакостный, повергнутый правитель страны хеттов стоял сокрытый и готовый к бою к северо-западу от Кадиша. Лишь когда египтяне остановились недалеко от Кадиша на отдых, кони и быки были выпряжены из колесницы повозок, вдруг обнаружили свежие следы чужого военного лагеря. После этого мнимых перебежчиков вновь подвергли допросу, на этот раз с пристрастием, до сих пор мы можем видеть на стене храма Рамсеса-2 в Фивах, как египетские офицеры бьют их палками, и они сознались, что были специально подосланы хеттами, чтобы ввести египтян в заблуждение. Слово, которое сказали эти кочевники, сообщили они его величеству, лживо, ибо мерзопакостный, повергнутый правитель страны хеттов послал их, чтобы высмотреть, где находится его величество и не дать войскам его величества приготовиться к битве. Была объявлена боевая тревога. Сам визирь, второе лицо в Египте после фараона, умчался на колесницы, чтобы поторопить отставшие части, но время было уже безвозвратно упущено. 2500 хеттских боевых колесниц переправились через реку Аронт, на которой стоял Кадиш, и сходу ударили по растянувшемуся на марше корпус Ура. Удар был настолько мощным, что от армии Рамсеса уцелело всего несколько человек. Спасаясь от настигавших их колесниц, они бежали в лагерь, но были настигнуты и перебиты. Вслед за тем хетты ворвались в лагерь и устроили там страшную резню. В результате неизбежной паники фараон был брошен всеми, за исключением горстки телохранителей. Его гибели или плен казались неминуемыми. Ничтожный царь страны Хатти направил против Рамсеса отборные войска. Было их всех вместе тысяча боевых колесниц, и все целились прямо в огонь, т.е., в голову фараона, украшенную боевой короной с изображением священной кобры, изрыгающей спасти пламя. Спастись можно было, лишь вырвавшись их хеттского кольца, но боеспособной оставалась лишь малая часть корпуса ОМОНа. Остальные, по словам египетской хроники, бегали, как овцы. Надо отдать должное молодому фараону. Он не растерялся и даже ободрил своего оруженосца. Крепись, крепи свое сердце, мой оруженосец. Что для твоего сердца эти азиаты, совсем мерзопакостные, не знающие бога Ра, миллионы которых не заставит побледнить мое лицо? Мгновенно оценив обстановку, Рамсес вскочил на колесницу и попытался пробиться к югу. Я ринулся на них. Я в мгновение око дал почувствовать им силу своей руки. Я повергал и убивал их, где бы они ни были, и один кричал другому. То не человек среди нас, то непобедимый сет то, что он делает, свыше сил человеческих. Еще никто и никогда не одолевал сотен тысяч неприятелей сам, без пеших воинов и бойцов на колесницах. Тем не менее, попытка прорыва в этом месте не удалась. Тогда фараон повернул на восток, Коронту, вовремя заметив, что здесь слабое место противника. Отчаянной атакой египтянам удалось сбросить в этом месте хиттов в реку и прорваться к морю, но этот успех не имел решающего значения. Пока что Рамсис мог похвастаться лишь тем, что сохранил себе жизнь и свободу, потеряв при этом два корпуса из четырех и явно проиграв сражение. Однако вслед за тем случилось то, что бывало уже не раз, и не только в войнах древности. Увидев в разгромленном египетском лагере богатую добычу, хитты соскочили с колесниц и принялись за грабеж. Тем временем Рамсис во весь опор мчался к морю. Вдруг он увидел двигавшиеся навстречу ему плотные ряды пехоты. Он уже приготовился сражаться, когда рассмотрел, что пехота эта египетская. Это был отряд новобранцев, который высадился с кораблей и двигался на соединение с главными силами. Фараон немедленно принял командование над ними и повел их назад, к лагерю, где хитты радостно делили добычу. Сражение возобновилось, и теперь уже недавние победители попали в критическое положение, которое усугубилось, когда в бой вступил подоспевший корпус пта. Хиттский царь бросил против него в атаку еще тысячу колесниц, но явно просчитался. Скученные на небольшом пространстве, они цеплялись осями за соседей, не могли набрать необходимую скорость и скорее мешали, чем помогали своим уже сражавшимся войскам. Свою пехоту Муваталлес в битву почему-то не ввел и с наступлением темноты отошел за стены Кадиша. Казалось бы, Рамсис победил, поле боя осталось за ним, но он воспользовался темнотой и тоже отступил. Таким образом, битва при Кадиши окончилась в ничью, и вот эта ничья стала правом на трон искусного в дворцовой политике военачальника, который оказался не только стратегом, но и мелким интриганом, который отыскал мумифицированные трупики брачных детей Татанхамана и его старшей сестры. Кровь богов больше не справлялась с семейным кровосмесительством. Еще случались и однополые страсти, например, бездетного фараона к своему первому министру. Как сие допустить и объяснить? А все просто. Это не искусительный первый министр, а преображение древнее божество, земное воплощение Осириса странно, но этим каноном и освещали основоположника новой династии. Так что боги в древнем Египте не были шаровыми. Оф-ва. А вот главный принцип древнеегипетских адептов веры. Неси сюда, в храм все свои заблуждения, только не отрекайся от веры. Тебе не подходит выходец из мрака космического гор, мы назначим его богом солнца-ра и наречим его гор-ра.